Добрый день, коллеги! Меня зовут Никита Кадаченко, я технический эксперт компании Сингента в направлении биологические продукты и питания растений. И мы продолжаем нашу серию подкастов, посвященных качеству урожая в садах. В предыдущей теме мы поговорили о важности такого элемента питания как кальций для сада. Сегодня мы раскроем интересную тему, которая напрямую связана с рентабельностью продукции. И это не будет разговор о хранении. Сегодня разберемся, какие же есть способы выравнивания фракции урожая в садах, о технологиях и продуктах, а также их положении в системах хозяйств. Предлагаю построить наш подкаст на вопросах и ответах. Когда смотреть на калибр? Вопрос достаточно простой, но ответ на него неоднозначный. Кто-то делает оценку сразу после сформировавшейся завязи яблок. Другие же ждут физиологического осыпания и результата работы прореживания. Будь это механическое, химическое прореживание. Работая агрономом, я оценивал калибр еще в более поздние сроки, при этом понимая, что изменить ситуацию в этот период будет достаточно проблематично и нужно будет постоянно делать корректировки в системах питания. На сегодняшний день есть много технологий, позволяющих контролировать, а также корректировать выход товарной фракции. Но все ли они подходят для длительного хранения? Равномерная нагрузка урожаем – один из основных аспектов высокой товарности и способности быстро, эффективно принимать решения по корректировке питания микро, макро, а также мезоэлементами, помогая дереву каждый сезон реализовать свой потенциал на максимум, не имея перегрузки или периодичности плодоношения. Вторым моментом являются азотные подкормки. И правда, если обеспечивать бесперебойную подкормку азотными удобрениями, можно вырастить достаточно крупное яблоко. Но получится ли его хранить так долго, как хотелось бы? При любых условиях хранения это будет очень сложная задача. Элемент технологии выравнивания только через питание азотом – достаточно простой прием, но он больше подходит для ранних летних сортов, которые сразу идут на реализацию, без дополнительной закладки в камеру холодильника. Это, например, Женева Эрли, Пирос или ранние клоны Галы. Накапливаясь в плодах, азот протягивает с собой достаточно большое количество воды. Соответственно, при закладке урожая на хранение, часть воды будет теряться, и яблоко начинает процесс дыхания. Этот процесс с ходом времени будет усиливаться, потому что выработку этилена остановить невозможно, так как мы знаем, что это единственный газовый фитогормон в растении. Соответственно, сроки хранения таких яблок будут снижены до минимальных значений. А что по гормональным продуктам? Конечно, это важный элемент технологии на некоторых сортах. Нужно вспомнить, конечно же, работу гиберелинами. Применение продуктов на основе гиберелинов помогает решать нам несколько задач, а на некоторых сортах это неотъемлемый элемент технологии. В первую очередь, это приведение к правильной форме плода, увеличение калибра, нейтрализация, оржавленности или по-простому сетки. Гиберелин очень любит всеми знакомый голден, на котором сетка не удивляет даже начинающих агрономов. Нужен ли гиберелин всем без исключения? На этот вопрос у каждого есть свой ответ и выработанная годами технология применения продуктов на основе фитогормонов. Если говорить о механизме действия гиберелинов, они растягивают существующие клетки плода. Да, клеточное деление будет происходить, но уже не столь интенсивно с моментом разрастания плода. Соответственно, плод удлиняется за счет растяжения клеток, зачастую лишая возможности подрасти в объеме, чтобы прийти к нужному товарному калибру. Особенно это касается высоких фракций 75 на плюс. И понимая все эти процессы, можно выделять определенные сорта, с которыми данный продукт будет в оптимальном симбиозе. А с какими, может быть, иногда и помехой. А что если мы посмотрим с обратной стороны? Если мы пойдем от усиления клеточного деления и сработаем от умножения, а не от растягивания, например, продуктами, биостимуляторами, которые не содержат в своем составе синтетических гормонов и ускоряют продуктивность деления клеток в единицу времени, обеспечивая при этом равномерный рост плода во всех его частях за счет аминокислот в составе. Какой же механизм действия у биостимуляторов? Дело в том, что запуск равномерного клеточного деления дает индикаторный сигнал в корневую систему, что плоды развиваются на всех уровнях. Мы же понимаем, что есть плоды, которые находятся на периферии, получают больше света, минеральных соединений, воды. Есть плоды, которые находятся внутри густой кроны, в тени, которым тяжелее обратить на себя внимание и получить нужные элементы для своего развития. Инструментом для регулирования данного процесса является продукт Benefit-PZ. Помимо ровного калибра, он также дает возможность плоду усвоить равномерное количество питания, воды и необходимых для долгого хранения веществ. Так как продукт работает на уровне физиологии растений, он напрямую зависит от фазы применения. Начинать обработки биостимулятором Benefit-PZ нужно с фазы образования завязи и повторить обработку через неделю. Тогда мы получим нужный результат и товарная фракция наших плодов будет повышена. Высокий процент первосортного яблока одного калибра в оптимальных условиях регулируемой среды в хранении будет дожидаться своей высокой цены длительный период, а затем позволит преодолеть большие расстояния, а также оказаться на полках лучших сетевых представителей и завоевать внимание и любовь конечного потребителя. Коллеги, уверен, что данный продукт прочно займет свое место в системах ваших хозяйств и ежесезонно будет помогать вам выращивать первосортное яблоко высокой фракции. В следующем подкасте мы поговорим о всей линии продуктов компании Сингента в разделе питания и биостимуляторы. С вами был Никита Кадаченко. Хороших, качественных вам урожаев! Субтитры создавал DimaTorzok